Экономисты много раз уходили и возвращались. Они уходят навсегда, они хлопают дверью, понимаешь? Ну, навсегда. Ну, навсегда, в обозримом периоде. Никогда не говорим всегда. И не вернуться больше. Очень существенный момент. Перестановка с руками. Нет. А мне кажется, существенный момент. Для меня совершенно нет. Я вообще не верю в рассказы о том, что Сурков что-то определял. Нет, я думаю, что... Как я не верю в рассказы о том, что телевизор нагнетает дебилизм в стране. Телевизор отражает, реально отражает то, что существует. Совершенно верно. Сурков делал только то, чего жаждали массы, для которых он это делал. Это десятки тысяч придурков хотели за 200 рублей с флажками ходить по площадям и кричать ура. Ну, и Сурков им для этого, пожалуйста, и он им это устроил. Да, но это не хрен собачий, это не просто. Это не фигня. Так Сурков-то тут ни при чем. Не было бы Суркова, был бы Питков. Нет. Ну, я не знаю, кто был. Кто такой Сурков? Нет. Ну, никто. Я думаю, что он действительно был серым кардиналом. И он действительно гидал нитками. Ну, вот сейчас будет другой Сурков. Вот именно. Будет ли? Да будет, будет. Всегда был. Всегда был. Я не верю в это, понимаешь, в персоналии только осуществляют. Потому что Сурков, к сожалению, был интеллектуал, а приходящий на смену Володю в гораздо меньшей степени таковый. Что тебе было в том, что Сурков был интеллектуал? Что тебе было в этом? Ну, потому что это было суперзлодейство, то, что он делал. Я считаю, что он страшный человек. Как любой политтехнолог. Хорошо. Он страшный человек в том смысле, что он совершенно безнравственный. Да. Но сам приход безнравственного человека в эти сферы, за которые отвечал Сурков, есть не что иное, как просто реализация запроса массы. Ну, Юра, это старый тезис. Что было раньше? Ну, почему тут Сурков? Ну, да. Смотри. Я не спорю. Вот как я против поисков нового вождя? Вот меня категорически не устраивает лозунг «Долой Путин». Это разные вещи. Обрати внимание, сейчас у оппозиции они не занимаются тем, что останавливаются на какой-то кандидатуре. У них много. Их много. И это очень правильно. Этого не было никогда. Это правильно. Я считаю, что это нечто новое. Но массы-то жаждут вождя? Ну, подожди, массы. Массы примут много. Ты же знаешь, что революция делается в столице. Сейчас я приду. Доктор, доктор, ты несчастный. Я счастлив очень. У тебя несчастное, замученное лицо. Нет, это лицо мыслящего существа. Лицо мыслящего существа счастливым быть не может. Вспомните скульптуру Родена «Мыслитель». Да? Да. Доктор, народ вообще до сих пор страдает, что ты ушел из Фейсбука. Я категорически протестую против цензуры на Фейсбуке. Там, где есть цензура, меня не будет. Ты думаешь, на Гугла Плюсе не будет цензуры? Пока ее нет. Пока мой аккаунт на Гугле Плюс не рушим. И там существуют все стихи, которые я хотел туда выложить. И все люди, которые хотят их прочесть, могут зайти и читать. Кстати, очень многие, мне кажется, на Гугл Плюс пришли только потому, что ты туда пришел. Может, ты заметил очень много людей с Фейсбука, там, где присоединилось, у которых профиль пустой. То есть, они по большому счету приходят ради тебя туда. Ну, я счастлив, спасибо большое. Я буду стараться оправдать их надежды. Ну, ты мало пишешь все равно. Ты писал раньше больше. Ну, я мало пишу, потому что я написал все, что хотел. Невозможно же повторяться. Ну как, вот смотри, сегодня проходит опять вот этот вот митинг под лозунгом «Все задолбали» или как там что-то такое? Нет, смотри, Андрюша, значит, я не тот куплетист, который работает по принципу «днем в газете, вечером в куплете». Или как там, да, я забыл? Да, да, да. Я пишу о вещах, которые меня волнуют тенденциозно. Я не откликаюсь на каждое событие. Как говорил Маяковский, можешь не писать, не пиши, да? Да, я не Дима Быков в этом смысле, понимаешь? Я не работаю в каком-то подряде или в каком-то коммерческом проекте, который требует от меня немедленной реакции на некое событие. Я стараюсь осмыслить, прочувствовать тенденцию и некий вывод изложить, если у меня он... Просто рифмованные мысли, будем так говорить, и чувства. Ну да, совершенно верно. Поэтому я, конечно, пишу меньше, потому что я уже практически все написал. Вот человек, который ходит по моей странице в Гугле Плюс хотя бы полчаса, он огромное количество стихов увидит там. Ну да, там все, потому что и с Фейсбука, и, по-моему, не только из Фейсбука. Ты же перенес все. Если мне память не изменяет, там больше двухсот текстов вообще. Там много, я не считал, но много. Плюс новые там с тебя последнее время на выпадало довольно-таки много. В общем, я смотрю, там ты начал не только рифмованные, но и текстовые обычные писать. Ну, когда вот есть какая-то мысль, которая у меня в стихи не укладывается, но я хочу ее вот передать, да? Я, конечно, ее пишу. Но это ведь и есть настоящий блок, как говорится, когда человек просто записывает свои мысли. То есть это такой твой дневник? Это мой дневник, совершенно верно. Я очень рад, что он у меня есть. Записки сумасшедшего врача. Ну да, почему нет? Очень может быть. Совершенно верно. Я действительно, как врач, в каком-то смысле я сошел с ума, потому что я не в состоянии поставить диагноз четкий. Мы сейчас живем в такое время, когда то, что называется российским обществом, демонстрирует такое количество разнокалиберных симптомов, что они все не укладываются даже в диагноз истероидной психопатии. Это просто какой-то... Вот если была бы такая болезнь, психический хамелеонизм, понимаешь, да, когда вот совокупная консолидированная психика нашего общества, если можно так назвать то, что у нас есть сейчас, да, она крайне хамелеонна. Она демонстрирует огромное количество разнокалиберной симптоматики. То есть мы каждый день прыгаем из шизоидной психопатии в эпилептоидную, из эпилептоидной в истероидную. Правда, есть такой диагноз мозаичная психопатия, которая как раз подразумевает совокупность не укладывающихся в один диагноз симптомов. Вот, видимо, вот так. Тем временем к нам прокрался Саша. Да. Он что-то там пытается делать на телефоне. Саша считает. Он все время считает. Я считаю, во что нам это встанет. Да, вот. Психопатия. Вот, скажи людям, они же должны иметь возможность как-то планировать свою жизнь. Скажи людям, во что это все выльется для них. Ты же знаешь, что ты вот таишь в себе это. Ты же знаешь. Он бережет. Люди, то, во что для вас это все выльется, что я не знаю, я отходил, не знаю, о чем тут вещал доктор. Мы говорили про сегодняшний митинг, все достало. Или там все задолбало, что-то такое. Это нормально. Это нормально. Нормально, что задолбало или нормально, что митингало? Нормально, что люди движутся, что они не сидят на месте, что кто-то сидит, кто-то выходит на митинги, кто-то в это время занимается любовью, что люди чем-то заняты. А если кто-то выходит на митинг и там занимается любовью? Тоже годится. Любые формы движухи годятся. Желательно, чтобы они были в рамках закона. И поступательные. И поступательно-возвращательные. Тоже неплохо. Это одни из лучших видов движухи. Нет, пока что все нормально. Пока нет великого русского неосознанного ужасного бунта. Все нормально. Хочется, чтобы мы как-то цивилизовались. Чтобы мы думали об окружающих. Чтобы мы относились к ним с уважением. Пусть без любви, но с уважением. Чтобы мы больше улыбались. Чтобы мы ценили улыбки других людей. Чтобы мы как-то друг к другу, хотя бы чуть-чуть теплее. С пониманием, что сосед не обязан быть таким же, как ты. Он такой, какой он. И уважай его. И довольный. И будет уже неплохо. Да, но вот на самом деле, то, о чем мы сейчас говорили. Минут пять назад. О том, что зимы нет. Нет чувства Нового года. На самом деле, мы сидим вроде в кафе. Вот там висят всякие новогодние шарики. Он хефец пошел. А вот чувства Нового года все равно нет. А в 70-е годы Новый год был. Были люди, которые там. Ну почти все вешали себя на окна какие-то снежинки. Рисовали всякие фигурки новогодние. Может быть у детей, нынешних детей. Конечно. Есть чувства Нового года. Но мы же немножечко, но постареем. Ну вот это же в конце концов. Давай обращаем детей. Вот ходят дети в этих колпаках, я вижу, по улицам. Кто снегурочкой, кто маленьким Дедом Морозом. Я думаю, что у них не сильно изменилось. Конечно. Я думаю, что чувства праздника. А может они просто не знали, как может быть вот это все? То есть как бы вот. Потому что я смотрел коронику в 70-х годах. Я смотрел, как были украшены улицы Москвы. А в этом году, я предположим, читал в блоге Черского, что вообще на Тверской вырубили все огоньки. Там на Новый год было темно, как у негров задницы. Ну а в 70-е на улицах Москвы было тоже темно. Праздновались, вся яркость была дома. Может быть утренники есть по-прежнему в школах? Мы же не знаем. Утренники-то есть. И новогодние елки проходят. Это все проходит. Ну так мы немножко выросли. Ну не знаю, Саша. Опять же скажу антипатриотичную вещь такую. Давай сегодня деда. Да, да, да. На самом деле. У нас была раньше традиция. Мы в долгий период встречали Новый год не в России все-таки. То есть чувство Нового года почему-то там было. Приходишь, понимаешь, что это атмосфера. То, как украшены улицы, маленькие дома. Не скажу, что они как-то сильно яркие, но здесь какое-то неосязаемое такое чувство, когда чувствуешь, что Новый год. И вот погоди еще секундочку. Я вот смотрел на пати, вот эта социальная сеть новая. Там один человек вывешивал некоторые небольшие видеоролички. Там, предположим, были ролички магазинов. Там люди оформляли витрины. Там было именно оформление самого витрины магазина. Какие-то движущиеся человечки. Вот есть чувство Нового года, черт возьми. Мне не хватает этого. Понимаешь, я думаю, что ты говоришь о желании человека радоваться. О том, насколько взрослый человек, взрослый, ребенок всегда готов. Вот взрослый, насколько он готов радоваться. Я готов. Насколько он ежедневно испытывает, скажем, преимущественно положительные эмоции, а не отрицательные. И если это так, то он будет украшать магазины, украшать свой двор. Будет, потому что это радость. Я себе просто купил маленькую елочку, поставил рядом с компьютером. Это вот мой маленький, скажем, такой. А если он живет изо дня в день тяжело, и ему плохо от этого, то никакой радости он устраивать не будет, потому что нет сил на эту радость. Это тоже понятно. В 70-е годы у людей было сил больше, что ли? Конечно. А почему? Жизнь, безусловно, была больше. Жизнь была проще. А как же? Ты забываешь, что вот та идеологическая атмосфера, которая царила в Советском Союзе, она очень многим людям дарила радость. Я, например, помню, как уже будучи взрослым человеком, я искренне с удовольствием ходил на демонстрации 7 ноября и 1 мая. Кричал «Ура!» И да, и такое было. И выпивал. И, так сказать, Новый год был. Жизнь была понятна и предсказуема. Огромное количество забот брал на себя кто-то другой. Кстати, вот об этом. Это, на самом деле, очень интересная тема, я считаю. Я недавно тут по этому поводу просто задумался. Может быть, на самом деле, то, что происходило в 90-е, это есть насилие над русским народом. Что ему не нужно. Что ему не нужна демократия. Потому что есть четкое и понятное. Вот ему не нужно вот это вот самому выбирать чего-то и так далее. Погоди, Юра, секундочку. То ему нужно именно так, что он четко представляет, что у него будет завтра. Ему нужна вот эта четкая зарплата, четкая понятность такая. И не нужны ему все эти возни какие-то там с выборностью, еще с какой-то такой вот ерундой. Ну что, раз об этом говорили. Что тут нового-то? Действительно все это так. Не нужна никакая демократия, так называемому русскому народу, не нужна. Вы делаете колоссальную ошибку, рассуждая так. Ты говоря об этом, а Юра подтверждает. Я, например, считаю, что нет. Скажи, как есть на самом деле. Что нет, ну теперь, как обычно, что нет единого организма, который назывался русский народ. Он состоит из групп больше, меньше, по численности. И они разные, они споют разные ценности. И это очень важно. Это очень важно. Эти группы неоднородные, совершенно неоднородные. И они действительно разные. Поэтому, говоря о русском народе, что вот он вот весь такой, и значит ему свойственно это, это неправда. Окей, Саш, ну может быть, давай я по-другому спрошу. Саш, давай мы вот такую ситуацию представим. Завтра объявлен референдум. Да? Только с одним вопросом. Нужна ли вам демократия западного типа? Как ты думаешь, вот если этот референдум состоится, в каком соотношении распределятся голоса по принципу да-нет? Как ты думаешь? Да, все разные. Да. И тем не менее, ответь мне на вопрос. Вот завтра референдум. Нужна демократия? Не нужна. А я знаю. Я могу тебе даже... Ты не знаешь, ты догадываешься. Ну, ты не знаешь. Я обо всем догадываюсь. Я догадываюсь. Я догадываюсь. Я догадываюсь. Скоро-то знаешь. А что я знаю? Я ничего не знаю. Ну ты знаешь что-то про себя, про других. Это все относительно. Я с той или иной степенью достоверности обо всем догадываюсь. О том, что у Луны есть обратная сторона. Так вот, я с этой степенью достоверности могу тебе сказать, что я знаю, как распределяются голоса. В самом лучшем случае 75% скажут нет. А мне вот кажется, на самом деле, что если реально опрашивать народ, в том числе и недавно родившийся, будем так говорить, что многие как раз скажут, что советская модель, которая была 70-80-х годов, самая лучшая для данной страны. Конечно. Для нашей страны, для России. Что такое? Что такое? Скажут, но скажут не все. Я думаю большинство. Ну что значит большинство? Мне так кажется. Я могу заблуждаться. Ну может быть скажут большинство. Может быть это будет даже явное большинство. Но это не значит, что и дети этого большинства такие же, и будут такими же. Но это не значит. Не значит. И значит будущее страны не предсказано. Оно не предопределено. Возможно движение. Возможно. Потому что с другой стороны. Ну а почему? Вот именно русский народ, вот на этой шестой части суши, вот он такой. Национальный характер. То ли да, то ли нет. Не знаю. Потому что откуда-то же берется. Национальный характер. Нет, это папа и мама. Естественно это бытие, которое определяет сознание. Вот дети, которым сейчас 12, 13 лет. Я много общаюсь просто с подростками. Дети, когда 12, 13, 14, 15 лет. Какой черт в Советский Союз? Они не могли его застать даже. Они просто не родились еще тогда, когда он уже закончился. А они на самом деле, вот в буквальном смысле слова, скучают по Советскому Союзу, которого никогда не видели. Послушай, известна точка зрения Платона. Я думаю, что она не изменилась никак с тех пор, когда он ее озвучил. На свет рождается не человек. На свет рождается характер. Носитель характера. Вот и все. Русский характер, как бы сказать. Да, конечно. Дети, правнуки, внуки. Кто угодно. Мой папа говорил, сынок, я страдал всю жизнь, чтобы ты жил счастливее, чем я. И что? А ему говорил это его папа. А его папе это говорил его папа. Это национальный характер. Семь черт по-заславской. Ну вот любой человек может это найти в интернете. Там блистательно это написано. Семь пунктов. Я их не помню наизусть, к сожалению. Но написано очень точно. Никакое движение глубинное здесь невозможно. Здесь возможны вспышки, всплески ненависти, ярости, любви, отчаяния. Юра, что ты тогда дал в эти митинги? Болотная площадь, это самое же проспект Сахарова. Чепуха полная. Вот что это такое. Это просто эмоциональный всплеск. Тусовка, как многие говорят. Абсолютно. Это эмоциональный. Да, какому-то количеству людей, крайне мизерному, кстати, стало противно от того, что их поимели без удовольствия. Но никаких совершенно последствий для судьбы страны и государства. Этим не имеет, иметь не может и не будет. Поживем, увидимся. Посмотрим, каким будет продолжение. Я тебе, смотри, что изменилось от того, что Владимир Ильичинин свергнул государя? Пролилась масса кровищей. На место Николая Второго встал ОЦК КПСС. Много изменилось? Ну, в общественном укладе изменилось. Да ничего не изменилось. Ничего, как она была монархической, вот этой вот аграрной, сухой, дубовой, и абсолютно неподвижной, и костной, так она и осталась. Ну, знаешь, трудно говорить о том, что было бы, если бы не было революции с 19-го года. В России легко говорить. Потому что любой человек, который прочтет Карамзина, скажет тебе... Это точка зрения Карамзина? Нет, это набор фактов. Хорошо, набор фактов. Но набор фактов о прошлом. Ну так он... И отчего он должен измениться в будущем? Что произошло такого? Ну, потому что мир меняется. Где? И вопрос... Где меняется мир? Здесь мир меняется. Нет, где он меняется? Я верю, что он не меняется в Тимбукту. Здесь он не меняется. Просто изменив Тимбукту, условно говоря, хотя я имею в виду Европу и Америку, вполне возможно оказывать влияние. Медленное, косвенное, но оказывать влияние на Россию. Многое оказало влияние на Россию изменения, которые при твоей жизни произошли в Западном мире? Какие изменения на жизнь русского человека? А, это очень интересный вопрос. Какие? Это довольно трудно оценить однозначно. Это очень легко оценить однозначно. Почему? Я тебе скажу. Вот сейчас появился интернет. На лице человек, и что? Я думаю, что... И что? Что это одно из основных средств, поступающих открытости мышления, миру и так далее. Которого мышления? Чего мышления? Где ты видишь примеры открытого мышления? У кого открытое мышление? Я думаю, что... У Навального открытое мышление? Я думаю, что те люди, что вышли... Вот это иллюзия, Саша. На болотную часть из них. Но это просто Саша. Эти люди делятся на три группы. Это вполне себе европейские Саши. Эти люди делятся на три группы. Это романтики, психопаты, их воднокровные бизнесмены. Бедному Саше надо позвонить, оставим ему. Нет, не надо, ради бога. Я думаю, собственно говоря, мы этот стихийный подкаст, который я просто записал мобильным образом. На самом деле, вот именно настоящий подкаст, классический подкаст должен быть таким безумным. Так мы отказались от видео. Мы отказались от видео, мы все отказались. Мы начали писать правильные подкасты. Вот неправильный подкаст, точнее классический, он должен быть таким. Согласен, но мы же тебе верим. Ты сказал, в видео люди не могут грузить. Все, чего? Конечно, видео лучше, оно яснее показывает. Хефиц. Да. Это Хефиц. Нет. Вот все, смотрите, кто не видел, никогда Хефиц. Вот это Хефиц. Вот это Орлов. Это Орлов. Да, это Орлов. А это я. А это не Хефиц, а не Орлов. Да. И таким образом, из-за Сим, давайте чокнемся. Давайте чокнемся. Да, я уже чокнутый, да, абсолютно. Привет. Уважайте себя, наконец уже. Надоело напоминать об этом постоянно. Юра, держите об руках. Не могу. Не дрожай.